Повседневные Евангелия Повседневные Евангелия Заблуждение, которое бывает в церквях, это то, что для неверующих, мы как уже верующие скажем в церкви, мы думаем, что Евангелие это, наверное, что-то для неверующих, для того, чтобы рассказать им, для того, чтобы они пришли к Богу. А нам верующим, нам уже надо что-то более интересное, заниматься служением, либо куда-то какие-то более глубокие мысли начинать копать. И мы как бы это помним, что мы Евангелие помним, мы его знаем, мы где-то о нем слышали, мы оставляем его сзади и идем вперед. Это является заблуждением, и мы сегодня посмотрим по чему. Сегодня мы, проповедь она будет построена на послании к римлянам, там где-то 9 стихов, поэтому мы сразу все 9 прочитаем сейчас, вы соберитесь силами, сразу 9 стихов, и потом эти 9 стихов мы поделим на 7 истин, которые мы возьмем для себя. В этих 9 стихах Павел излагает полное Евангелие от начала до конца, поэтому вы сейчас его услышите, будьте сфокусированы, постарайтесь вот именно сейчас, соберитесь и попытайтесь вслушаться все же, что я буду вам читать. Написано следующее, теперь, согласен, римлянам, 3 глава, 19 стих по 26, тут будет потом по частям, поэтому будьте готовы. Итак, начинаем. И помните, сфокусированы. Теперь мы знаем, что сказанное в законе обращено к тем, кто находится под властью закона, чтобы ни один из них не имел оправдания и чтобы весь мир предстал перед судом Божьим. Так как никто не станет праведным перед Богом исполнением закона, потому что закон только способствует познанию греха. Бог же показал нам, как Он делает людей праведными перед собой. И это происходит независимо от закона, хотя и закон, и пророки свидетельствуют об этом. Бог делает людей праведными перед собой через веру в Иисуса Христа. Да, это относится ко всем, кто верует, потому что нет никакого различия между ними. А так как все грешны и потому не допущены в славное присутствие Божьей. Но через бескорыстный дар Божьей благодати все люди стали праведны перед Богом благодаря Христу Иисусу, искупившему их грехи. Бог послал его к людям, чтобы он своей жертвенной смертью принес им отпущение грехов через их веру. Бог сделал это, чтобы доказать, что он был справедлив, когда в долготерпении своем оставлял совершенные грехи без наказания. И последний стих. Господь сделал это, чтобы доказать, что он и сейчас справедлив, что он справедливостью своей может оправдать каждого, кто верует в Иисуса. Я вас поздравляю, самая тяжелая часть, которую мы могли пройти сегодня, она закончилась. И теперь мы возьмем эту часть, эти девять, если не ошибаюсь, стихов, и мы разобьем их на семь истин. Если вы вслушивались и пытались понять, вы могли заметить какие-то моменты из Евангелия, но я понимаю, что было, возможно, сложно, поэтому в этом-то и была суть. Теперь мы разобьем на семь частей, и мы видим, что именно Павел хотел нам объяснить о Евангелии. Первое. Истина называется так. Никто не оправдывается перед Богом делами закона. Повседневная Евангелия. Это будет с 19 по 21 стих. Мы прочитаем их еще раз. То есть, мы, опять же, никто не оправдывается перед Богом делами закона. Так называется вот эта первая часть. Теперь мы знаем, что сказанное в законе обращено к тем, кто находится под властью закона, чтобы ни один из них не имел оправдания, и чтобы весь мир предстал перед судом Божьим. Так как никто не станет праведным перед Богом исполнением закона, потому что закон только способствует познанию греха. Бог же показал нам, как он делает людей праведными перед собой. И это происходит независимо от закона, хотя и законы пророки свидетельствуют. То есть, мы понимаем, что Павел говорит нам о том, что каждый человек, будь то он хороший, будь то он плохой, он является грешником. В любом случае. И также вот еще вы можете сказать, что мы не верим Павлу, но мы, если прочитаем Иакова 2.10, мы увидим следующее. Что говорит Иаков так, как тот, кто соблюдает закон в целом, но нарушит пусть даже одно правило, виновен на нарушении всего закона. Мы даже не говорим о законе, как о том законе, который дал Бог Моисею и всему еврейскому народу. Мы можем взять это понимание закона, как какие-то правила, которые мы видим в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете. То есть, все какие-то наставления, все какие-то советы, которые дает Бог, мы это можем обобщить в закон, как правило, которое Бог хотел, чтобы мы исполняли. И мы понимаем, что Иаков говорит, что даже будучи хорошими, классными людьми, не исполняя хотя бы даже одно какое-то правило, которое дал Бог, что, вероятно, сидящие здесь и слушающие проповедь где-то что-то в своей жизни не исполняли, они уже неправедны, потому что весь закон нарушается. Для того, чтобы уже точно закрепить, Галатам 3.10, опять же, Павел, он говорит, но все, кто полагаются на соблюдение закона, прокляты. Потому что в Писаниях сказано, проклятый всякий, кто не соблюдает все, что записано в книге закона. Это только подтверждает нам то, что мы уже сказали ранее. То есть, мы понимаем, что первый Бог принимает только 100% праведных людей. У нас есть возможность быть принятым Богом, это исполнить закон полностью. Но, как мы понимаем, что это неисполнимо для человека, неисполнимо для нас. И мы также должны понимать, что своим послушанием не можем получить праведность, достаточную для спасения, но каждый день ведем себя так, будто способны сделать жизнь приемлемой для Бога. То есть, даже когда, если я вам сейчас сказал, что мы не можем своими делами, не можем своими какими-то действиями заслужить это оправдание, потому что мы будем грешны все равно, мы скажем все «Аминь», мы пойдем домой, и всю неделю мы будем все равно продолжать чувствовать себя так, как будто каким-то своим хорошим поведением мы все равно сможем достичь праведности. Будем думать, ну а если я это сделаю, Богу понравится. Вот все равно, наше мышление, оно будет все равно таким. Либо наоборот, если мы будем не делать что-то, мы проведем, скажем так, плохую какую-то неделю с какими-то, не знаю, кто-то своими грехами, какими-то плохими поступками, мы будем думать, о, ну теперь, значит, я отдаляюсь от Бога, и это значит все, теперь у меня плохая неделя, все плохо. Но это тоже неправильно. И также, что в повседневных взаимоотношениях с Богом большинство из нас ничем не отличается по своему мышлению от неверующих, которые думают, что попадут на небеса за то, что были вполне приличными людьми. То есть неверующие, они думают, что я плюс-минус нормальный, я не делаю какие-то плохие поступки, поэтому все у меня будет хорошо. Но мы видим, что Павел и Яков говорят об обратном. И также мы все равно иногда даже уже верующие люди, будучи в церкви, мы можем в повседневной жизни все равно пытаться как-то себя где-то там перед Богом сказать, ну я же это сделал, я там и этого достиг, возможно, как бы, ну, все-таки я поближе. Но это также, это все неправильно, это также заблуждение, которое есть у нас. Напоминаю, что это был первый пункт, первая истина, которая говорит Павел о том, что он показывает, что мы все равно все с вами грешим. Это наша проблема. Возможно, если бы у нас была возможность исполнить закон полностью, мы могли бы прийти в присутствие Божье и проводить с ним вечность, но у нас такой возможности нет, поэтому мы двигаемся дальше. Дальше. Вторая истина. Существует праведность Божья, которая не зависит от закона. Римлянам 3, 21, мы продолжаем дальше, 21 стих, мы его уже прочитали в первой истине, ну, как бы мы вот еще возьмем его отдельно. Бог же показал нам, как он делает людей праведными перед собой. То есть Павел говорит, что Бог показал нам, как он делает праведными. У него есть путь для каждого из нас. И это происходит независимо от закона, хотя и закон, и пророки действуют об этом. То есть мы должны понимать, что существует грех. Смотря на этот мир, мы понимаем, что грех существует, смотря на себя, мы тоже понимаем, что, вероятно, грех все же есть. Но мы должны также понимать, о чем говорит Библия, что существует и праведность, которую Бог создал для того, чтобы мы могли ее принять. То есть есть как реальный грех, так есть и реальная праведность. И эта праведность Иисуса Христа, она настолько же реальна, как и грех, который, если вы не знаете, пришел в начале от Адама. Как Адам однажды согрешил, и грех пришел к нам, который мы сегодня с вами видим вокруг, также реальна абсолютно и праведность Иисуса Христа, который как Адам привнес грех, так Иисус принес праведность в этот мир. И это мы должны осознавать, что если мы видим грех и мы думаем, ну это я понимаю, а праведность я не вижу, я в это не верю, то мы должны понимать, что Бог сделал так, что она существует, реальная праведность. Реальный грех Бог заменяет реальной праведностью. Все просто. И пока мы не научимся повседневно жить в праведности Христа, мы будем воспринимать наше положение перед Богом в зависимости от нашего правильного или неправильного поведения. То есть пока мы не понимаем, что Бог принимает не нашу праведность, а праведность Иисуса Христа, мы все равно будем проводить каждый день. Если он хороший, мы будем думать, вот это я сегодня был более праведный, а вчера был неправедный. Либо в этот год у меня прошел хорошо, я был такой вот и духовный, и столько всего хорошего делал, и Библию читал, и молился. Из-за этого, наверное, Бог как-то ко мне относится теперь по-доброму. Или наоборот, если я не молился весь год, не ходил в церковь, ничего не делал. И я думаю, ну значит, Бог, наверное, уже где-то хочет меня, как дать мне для того, чтобы как бы наказать, чтобы в следующем году показать мне, что я должен вести себя под рукой. И это также заблуждение. То есть это не наша праведность, мы должны понять, что наша с вами праведность, она уже забракована, она уже негодна. И есть праведность Иисуса Христа. Идем дальше. Третья истина. Божья праведность обретается через что? Через веру в Иисуса Христа. 22 стих. Бог делает людей праведными перед собой через веру в Иисуса Христа. Это относится ко всем, кто верует, потому что нет никакого различия между ними. То есть мы понимаем, двигаемся постепенно. Мы понимаем, что мы греховны, мы понимаем, что у Бога есть путь для нас, это праведность Иисуса Христа. И как нам получить эту праведность, как нам теперь натянуть ее, скажем так, на себя, и чтобы Бог принял нас, это поверить в жертву Иисуса Христа. Хотелось бы привести такой пример с двумя велосипедами. Если мы представим, что у нас есть какой-то путь в жизни, который надо пройти от нашего рождения до нашей смерти, и мы скажем, что мы проезжаем его на велосипеде. То наш велосипед, как наша праведность, он не довезет нас туда, куда нам нужно. То есть если мы возьмем образно нашу праведность, как наш велосипед, и мы будем ехать, то мы должны понимать, что этот велосипед не довезет нас туда, куда мы хотим. Но есть также второй велосипед, который нам дает Бог, это праведность Иисуса Христа. И мы, если мы каемся, если мы осознаем это и начинаем верить в Иисуса Христа, его жертву, мы пересаживаемся на другой велосипед и начинаем ехать уже на другом. Но есть проблемы, и мы дальше еще к ним вернемся. Пока возьмите этот образ и держите его. Для упования на Христа с целью обретения спасения необходимо полностью отказаться от любого упования на собственные заслуги или добродетели. Вера в Иисуса Христа и упование на самого себя, даже в малейшей степени, понятие взаимоисключающее. Если бы вы увидели меня просто, даже уже зная, увидели бы меня в окно на улице, как я еду на двух велосипедах, то я думаю, вас бы смутило это, потому что, во-первых, у меня бы это не получалось. Логично. Это посмотрелось бы неорганично, и бы сказали, так можно на одном, было бы удобнее. И это то, как мы сегодня часто живем. Мы оставляем праведность свою, упование на свою праведность, берем еще праведность Иисуса Христа, и мы несем эти две праведности, как бы в нужный момент подставляя ту, которая нам удобна. Но мы должны понимать, что эта Библия говорит о том, что невозможно ехать на двух велосипедах сразу, невозможно сидеть на двух стульях сразу. Также есть праведность. Только одна. Идем дальше. Вера бессмысленна без предмета веры. Также такая большая проблема есть в христианстве, что люди называют просто себя верующими. Если вы спросите, вы верите, вы верующий? Человек говорит, да, я верующий. И все. То есть человек фокусируется просто на вере, и он думает, что вера в что-то, даже сам не понимая в что, она уже как бы его оправдывает. И даже если где-то есть какой-то Бог, то просто какая-то вера в какого-то Бога, она уже, если будет какая-то беда, она его там спасет. Но вера – это просто как инструмент, это как путь, который направляет нас к Иисусу Христа. Поэтому должен быть предмет веры, и этот предмет веры – это Иисус Христос и его жертва. И последняя такая вот идея в этой истине – это то, что мы были не просто спасены однажды верой во Христа, но и должны жить с ней каждый день. Как пример с двумя велосипедами, которые мы привели рядом. То есть если однажды мы пересели на велосипед и поняли, а, да, этот велосипед не довезет меня, вот ты этот велосипед довезет меня туда, куда мне надо, и мы начинаем ехать. Но как пример с праведностью, мы со временем все равно возвращаемся к своему старому и начинаем использовать его. И если этот велосипед, он не рабочий, то это неправильно, если мы говорим о велосипедах, это ничего страшного. Но если мы говорим о нашей жизни, то когда мы забываем о том, что праведность Иисуса Христа только она, она принимается Богом, то то, когда мы используем свою праведность, опять начинаем надеяться на какие-то свои силы, на свои достижения, либо на свои какие-то неудачи, это опять начинает нас уводить в неправильное отношение. Поэтому даже если мы давно в церкви, либо недавно, то это не значит, что Евангелие было для нас однажды, когда-то, и мы его помнили, и теперь мы продолжаем сами. Но мы должны размышлять постоянно о том, что не своими делами, не своими достижениями и не какими-то своими неудачами мы теперь заслуживаем перед Богом какой-то свой статус. Но мы, у нас может быть какой-то статус, достижение или неудача, и это все остается на том стуле и велосипеде, который был у нас. И мы его оставляем, и мы используем ту праведность, которая была у Иисуса Христа. Голлотом 2.20. Что говорит Павел? То есть, образно говоря, Павел говорит, теперь не я еду на этом велосипеде, который был у меня до конца своей жизни, но я пересаживаюсь на другой, и я буду использовать теперь праведность Христа для того, чтобы надеяться на достижение Иисуса Христа, а не на свои какие-то. Хотя у Павла была возможность прийти к Богу образно и сказать, ну то посмотри, что я сделал, сколько я прошел, сколько я проповедовал, каких достижений я там, до чего я добрался. Ну, если не я, то кто? Там Иисус Христос, еще кто-то и Павел в рейтинге каких-то нашем, когда мы читаем Библию. Но это все неправильно, потому что Павел понял, что даже своими достижениями он не добивается какого-то особого статуса в глазах Бога. Но только благодаря достижениями Иисуса Христа и жертве, которую он понес на кресте, только благодаря ней Павел получает эту новую жизнь, с которой он и продолжал жить. И это то, что должны мы сделать сегодня, потому что мы можем читать Библию, можем сказать, а, ну так сделал Павел, выйти из зала и сказать через день, а я там прочитал, сегодня молился четыре часа. Вот это значит у меня неделя, Бог меня благословит, насыпет мне столько, что я буду теперь кайфовать. Но это так не работает. Если вы молились много, либо читали много, то это не обещает нам каких-то рясных благословений, либо какого-то нам вечной жизни. Так это не работает. Бог не благословляет нас, потому что мы что-то сделали, или потому что мы что-то не сделали. Бог благословляет нас, потому что Он любит нас. И мы не должны пытаться достичь чего-то, либо как-то вот заслужить чего-то перед Богом. Потому что, я-то говорю не я, это написано в Библии, что мы грешны. И когда Бог смотрит на нас без Иисуса Христа, то Он хочет уничтожить нас. Потому что мы полностью состоим из греха, к сожалению. Поэтому мы, когда понимаем это, мы должны продолжать уповать на Иисуса Христа и продолжать возвращаться в это Евангелие, о котором мы сейчас с вами и говорим. Четвертая истина. Эта праведность, о которой мы говорим, в равной степени доступна каждому, так как все согрешили и лишены славы Бога. И, да, это будет 22-23 стих. Опять же, мы берем часть из прошлой, добавляем. Бог делает людей праведными перед собой через веру в Иисуса Христа. И это относится ко всем, кто верует, потому что нет никакого различия между ними, так как все грешны и потому не допущены в славное присутствие Божье. Все грешны. Даже очень богатый, либо очень бедный, очень статусный, либо какой-то, я не знаю, низко статусный, кто-то, кто всю свою жизнь работал, ставил цели, достигал всего, либо кто-то, кто лежал на диване и ничего не делал, все вместе соберутся. Если они будут без Иисуса Христа, они все попадут в ад. Они все будут обречены на поражение. Об этом говорит Библия, об этом говорю не я. И также мы должны понимать, что для Бога нет рангов греха. И опять же, новый у нас пример появляется с проходным баллом в ВУЗ. То есть, когда мы начинаем разделять грехи. Конечно, Библия говорит о том, что есть какие-то тяжелые грехи, которые может совершить человек. Но если мы это посмотрим на все грехи издалека, мы поймем, что все грехи – это грехи. И я делаю какой-то маленький грех, и кто-то рядом со мной делает тяжелые грехи. И мы вместе с ним будем страдать в вечности. Поэтому, если мы берем пример с проходным баллом в ВУЗ, допустим, в ВУЗ проходной балл 80. Если у меня будет 75, а у вас будет 78, то мы вместе с вами поедем и будем отдыхать где-то в ЖАП или где-нибудь. Мы не будем с вами в ВУЗе. И неважно, будет ли у меня 20. Возможно, я не учил для экзамена ничего. Пришел, сдал на 20. Кто-то из вас учил, и не хватило одного балла. Но на факультете в этом ВУЗе не будет ни меня, ни вас. Поэтому, когда мы смотрим на жизнь, мы думаем, кто-то достигает каких-то, он напрягается и что-то делает, а я ничего не делаю. Либо мы думаем наоборот, смотрим на других и думаем, а, не, ну, вы посмотрите, кто вокруг. Это значит, что я-то тут не последний, да, поэтому я, вероятно, перед Богом в других каких-то уже красках. То это все то же самое, как и пример с этим проходным баллом. Мы вместе, просто в разных красках, будем в вечности получать это страдание. Поэтому мы, опять же, должны не смотреть. Да, дальше у меня так написано, что нужно ежедневно сравнивать себя не с другими, а с Божьими стандартами. И помнить, что мы недостойны славы Божьей. В нашей жизни может быть такое окружение, когда мы будем смотреть и думать, вау, какой я классный. Никто не молится, а я молюсь. Никто не читает Библию, только я читаю. И мы будем думать, что, а, ну, раз я такой в этом обществе, то, вероятно, что я буду спасен. Либо же наоборот, мы можем находиться в таком обществе, в такой церкви, либо в таких вот каких-то реалиях, где какие-то супер молитвенники, супер люди, которые читают Библию, делают какие-то великие вещи. И мы можем думать, они достойны, но я нет. И это также неправильно. Поэтому мы должны каждый день, почему проповедь называется повседневной Евангелии, каждый день мы должны вспоминать о том, что, а, то есть не своими достижениями, не своими делами я заслуживаю расположение Бога, но из-за того, что Иисус понес жертву, и Он своими делами заслужил расположение Бога. И это так мы должны размышлять в этом каждый день. Потому что как только мы перестаем об этом думать, проходит какое-то время у кого-то больше, у кого-то меньше, и мы опять начинаем, уже основываясь на каких-то своих делах, на каких-то своих достижениях, думать, а, ну, все же, все не так плохо. Либо если мы в каком-то, там, или духовной какой-то яме находимся, либо какой-то просто, не знаю, какие-то не складываются хорошо события в жизни, мы можем думать, а, все плохо, это значит, что Бог от меня отвернулся, и все, все теперь, некогда вылезти. Но это также неправильная мысль. Мы движемся дальше. Пятая истина. Верующие в Иисуса Христа оправданы даром по Божьей благодати. Что это значит? 24 стих, мы идем дальше. «Но через бескорыстный дар Божьей благодати все люди стали праведны перед Богом благодаря Иисусу Христу, искупившему их грехи». Мы должны понимать, что если мы понимаем, что мы грешны, если мы понимаем, что Бог дает нам возможность, и Он нам как бы дарует спасение, то мы должны помнить, что все это происходит не потому, что мы чего-то достигли, либо мы стали какими-то нашими достижениями, добились этого. Это мы получаем как подарок по благодати. Что значит благодать? Это как незаслуженный подарок, но не просто незаслуженный, если бы, я не знаю, я взял свой телефон, и, скажем, образно, никто там не заслуживает сегодня просто так, чтобы я ему подарил его. Это не просто настолько незаслуженный подарок. Незаслуженный настолько, что Бог должен был бы разгневаться и уничтожить нас, но вместо этого Он еще и дарит нам что-то. То есть это не просто как бы такой незаслуженный, но ты и неплохой. Но Бог по справедливости, по закону должен уничтожить нас, просто превратить в пепел. Но вместо этого Он говорит, нет, я настолько люблю вас, что я дам вам возможность получить это оправдание и быть вместе со мной. Только настолько это, вот такая вот разница. И мы должны всегда помнить, что наше оправдание от Бога основано всецело на заслугах Христа и нашем единстве с Ним. Другими словами, с юридической точки зрения, для Бога мы настолько едины с Христом, что все совершенное им сделано и нами. То есть Бог настолько справедлив, что Он не может нас как бы просто, как бы, а, ну ты поверил Иисусу Христа, ну тогда заходи. То есть это работает не так. Бог видит Иисуса Христа в нас, и когда Он видит нас Иисуса Христа, и заслуги Иисуса Христа, Он забирает нас. И еще один стих сюда мы добавляем, это Галатам 2.19, сегодня у нас много Галат. Весть с помощью закона, опять говорит Павел, я умер для закона, чтобы жить для Бога, я был распят вместе с Христом. То есть опять Павел, он показывает этот пример, что он не просто теперь говорит, а, ну я верующий, поэтому теперь Бог меня любит, потому что я там что-то делаю. Он говорит, я прям распят со Христом. То есть Павел настолько это переживает, и настолько как бы он верит в это, и он сфокусирован на Иисусе Христе, что он как сам, как будто его распяли вместе с Иисусом Христом, потому что он думает о жертве Иисуса Христа, а не о своих достижениях, либо провалах. Потому что если вы почитаете биографию Павла, то, возможно, хватало в его жизни каких-то поступков в его прошлом, для того, чтобы в его будущем он мог говорить, а, ну возможно, это Бог наказывает меня там за какие-то вещи, поэтому мне теперь надо еще больше там себя как-то мучать, для того, чтобы заслужить какое-то расположение. Но мы видим, что он говорит о том, что он верой в Иисуса Христа, он вообще все это оставляет, и он становится новым Павлом, при том, что он был Савлом. Савл стал новым Павлом. Такие вот примеры. Шестая истина, 24 стих. Разница между... А кто, я не выписал 24 стих? А тут будет 24 стих? Не будет. У меня есть Библия. Yes. Кто составлял конспект? Я. Хорошо, что Бог не будет судить меня за то, что я... Да. 3. 24. Правильно? Угу. Угу. Но через бескорыстный дар Божьей благодати все люди стали праведны перед Богом благодаря Христу Иисусу, искупившему их грехи. И мы возвращаемся. Там, где мы были. Разница между помилованным быть и быть оправданным. То есть мы с вами, верующие в Иисуса Христа, мы оправданы, но не помилованы. Когда в суде суд... Как правильно это? Как бы правосудие, то есть этот суд, он выдвигает обвинение человеку, то человек невиновен, пока не закончился суд, и они не принимают решение. Но если, допустим, кто-то провинился, и мы говорим ему, ладно, мы знаем, виноват, но ты можешь там идти, мы не будем тебя наказывать. То есть такой человек, он помилован. Есть даже примеры каких-то там больших людей, известных, когда даже за какие-то их проступки, за какие-то нарушения, их там не арестовывали, просто сказали, ладно, мы понимаем, что вы делаете какие-то неправильные дела, сделали их в прошлом, но мы как бы оставляем вас, вы можете идти. То есть это люди помилованы. Но мы с вами не помилованы, мы оправданы. То есть когда мы оправданы, если мне выдвигают в суде обвинение, что я кого-то убил, я украл кучу денег, и, не знаю, там совершил какие-то тяжелые преступления, но потом суд после этих обвинений говорит, он оправдан, это значит, что все, что мне говорили, это теперь не относится ко мне. Я теперь чист перед судом и перед правосудивом. И Бог оправдывает нас. Он не просто делает нас помилованными, и теперь мы сидим где-то в уголке, не отсвечиваем Ему, и типа, все, хорошо, спасибо, как бы, да, да, и у нас еще так тихо, и мы, все, все, все. Это не так. То есть мы оправданы, и мы как, даже несмотря на то, что мы совершали в нашем прошлом, несмотря на то, что мы совершаем сегодня, мы уже оправданы. Но не потому, что, опять же, мы чего-то достигаем, но благодаря тому, что Иисус Христос, Он исполняет закон полностью, исполняет все мельчайшие детали и принимая жертву за нарушение закона, Он принимает жертву за нарушение закона нами. И мы оправдываемся, и теперь мы чисты перед Богом. И мы должны понимать это для того, чтобы каждый день мы не вспоминали и не тянули теперь за собой какие-то наши прошлые грехи, которые мы будем тянуть, смотреть на них и говорить, а, ну, там я такого наделал, но Бог помиловал меня, Он там теперь не убьет меня, а просто пустит в свой какой-то там, как написано, на пир, где будут и Авраами все, и я где-то сбоку там сяду и буду с этой своей кучей, которую я тащил всю жизнь, сидеть тихонько с остальными такими же, какими-то, как и я. Но нет, Он оправдает нас, и мы будем сидеть вместе с Иисусом Христом в полном вот этом расположении, которое можно вообще получить от Бога. Это то, о чем говорит Библия. И мы должны понимать, что Бог, Он справедлив. Бог, Он не просто как, если я там люблю кого-то, либо кто-то у меня друг, и этот друг что-то сделал неправильно, я говорю, да ладно, сейчас мы там, ну, как мы понимаем, да, как люди могут действовать в этом мире, типа, да ничего, мы как-то там это решим. Коррупция. То Бог, Он справедлив, абсолютен. Бог абсолютен во всех своих качествах и в справедливости так же. И если мы поразмышляем, мы понимаем, что Бог, у нас есть грех, и Богу нужно справедливо наказать человека за грех. И как в суде, вот это вот правосудие Божие, оно удовлетворено. То есть кем? Иисусом Христом. Его жертвы. Это не значит, что Бог теперь сказал нам, ладно, я не буду вас наказывать, вы еще и оправданы, теперь можете идти и чувствовать себя прекрасно. Но Бог, Он выносит наказание, как в суде, просто вместо нас получает Его Иисус Христос. Есть? Поэтому совесть, когда совесть терзает нас за наш грех, такое может быть, мы должны вспоминать о том, что Божье правосудие уже удовлетворено. Либо это будет дальше, возможно, дальше, возможно, я как-то, оно удалилось тут что-то. Но суть в том, что правосудие Божие, мы должны вспоминать, когда мы чувствуем, что мы сделаем какие-то неправильные поступки, либо мы опять вспоминаем о каких-то своих прошлых грехах, то мы должны думать о том, что Божье правосудие удовлетворено, мы вспоминаем об этом, но у нас есть совесть, которая все равно продолжает нас пилить. и для совести, для правосудия своей совести мы можем вспомнить о том, что за это заплачено Иисусом Христом. Поэтому мы должны просто постоянно в чем, опять же, мы возвращаемся к названию повседневной Евангелии. То есть это не значит, что когда-то я об этом подумал, и теперь я на этой волне лечу до конца жизни. Волны рано или поздно, они утихают. И нам опять надо вспоминать о Евангелии, вспоминать «А, да, 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 все, опять надо возвращаться в это правильное мышление, потому что можно попасть в такое жизненное болото и там и просидеть, если мы спасены, в лучшем случае просидеть. Если мы не спасены, то там и утонуть, и куда-то нас затащит, не знаю, куда. Последняя истина. Бог предложил Иисуса в жертву умилостивления в крови Его. Мы прочитаем, когда мы читали в переводе, который написан у меня, этого слова «жертва» умилостивления не было, но мы также прочитаем синодально. Давайте мы прочитаем только синодальный, чтобы не нагромождать. 25 стих. «Которого Иисус Христос, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Сейчас мы разберемся во всем, если вдруг у вас появились вопросы. что такое «жертва» умилостивления. В словаре написано, что «жертва» умилостивления – это тот, кто отвращает Божий гнев, забрав грех. То есть Иисус, являясь жертвой умилостивления, что написано в Библии, Он не просто решает теперь Иисус на каких-то своих там, в каком-то своем статусе, на небесах, приходит к Богу и говорит, это мои люди, давай мы не будем ты на них гневаться, давай мы как-то, ну, решим, чтобы они там не это, потому что там написано, что ты не будешь гневаться, поэтому не гневаться. И Бог говорит, а, окей, не буду гневаться. То есть Он является жертвой умилостивления настолько, что Бог, что Иисус, Он как бы, вот этот гнев, опять же, как мы говорили, праведный, праведный в плане того, что абсолютно вот справедливый грех, который должен был излиться на грех, то Иисус Его просто забирает на Себя. То есть Иисус, будучи на кресте, Его не просто распяли физически, и Он повисел и умер, но Он также и получает, когда мы читаем, мы видим, что Он даже вот эти психологические, какие-то психические проблемы, и они настолько атакуют Его, что Он говорит Богу, ты что, оставил меня? Как? Я так не могу, ты оставил меня? Потому что Он почувствовал этот гнев, который Бог должен был, бум, как бы, возомстить на этот грех, который был. Поэтому Иисус Христос является жертвой умилостивления, который забирает, оттягивает наш грех, гнев, наш грех Он забирает, оттягивая на себя гнев Божий. И суть в том, что Он не просто оттягивает, знаете, как, если бы тут была большая какая-то труба с водой, и она там на вас очень сильно валила воду, и я ее оттягиваю, и вас всех зацепает, меня зацепает, но я оттягиваю, и нас там не сносит куда-то на другую улицу. Но Он оттягивает гнев по-другому. Он оттягивает так, что на нас не проливается ни капли гнева. Это не значит, что теперь все равно Бог, Он, как бы, нас не уничтожит, не спалит нас условно, но Он, как бы, нас так, помучает чуть-чуть. Это не так. Бог абсолютно теперь не будет проявлять к нам свой гнев, потому что Иисус Христос забрал его весь на себя. Поэтому, когда мы опять же начинаем каждый день, мы живем и думаем, ой, это, наверное, Бог гневается на нас, Он там хочет нас наказать за какие-то наши дела, поэтому там насыпает нам чуть, чтобы мы не расслаблялись, и как-то нас учит, то это все неправильно. Бог, если бы проявил свой гнев, мы бы, наверное, даже настолько быстро бы мы исчезли, что мы бы даже этого не осознали. Поэтому мы не должны бояться того, что Бог будет гневаться на нас, потому что в Библии написано, что Иисус является жертвой умилостивления. Есть? Божий гнев – это противостояние и ненависть ко всему злу, а не к тому, кто писал конспект. Божий гнев – это противостояние и ненависть ко всему злому, и это что-то неконтролируемое. То есть, когда кто-то гневается из нас, из людей, мы думаем, ну, как-то человек может выйти из-под контроля и начать там бушевать, все разламывать, то есть гнев. Но у Бога он контролируемый, поэтому когда он как бы не гневается, он не гневается. Не так, как люди, когда не гневаются, они все равно могут как-то там вспылить либо исполнять какие-то неправильные вещи. Мы также должны помнить, что этот план Бога – излить свой гнев так, чтобы он не задел нас. То есть Бог, зная, что будет проблема, которая в плане греха, которую нужно будет решить, Он уже продумал все так, чтобы дать нам возможность не быть атакованными вот этим вот его грехом. Это то, что мы должны помнить, и мы должны постоянно об этом размышлять. Мы также… Нет, нас очищает не наше сожаление и печаль о совершенном грехе, не наше покаяние, не даже несколько часов, в течение которых мы чувствуем себя как на испытательном сроке. То есть иногда, совершая какие-то вещи неправильные, мы думаем, я помучаю себя, и, возможно, тогда Бог простит меня. Возможно, я делаю что-то неправильно, и если я стану каким-то мучеником, то Бог как бы будет снова… Я буду в расположении Бога. И это, опять же, неправильная мысль. Только кровь Христа, которая была пролита за всех на Голгофе 2000 лет назад и продолжает влиять на свою… являть свою силу ежедневно и даже по несколько раз в день очищает нашу совесть и обновляет ощущение мира с Богом. Поэтому, когда мы живем и мы думаем, что, опять же, наши достижения либо наши хорошие дела, то, что я читаю Библию, я слышу в церкви, что надо читать Библию, я слышу, что надо молиться, я слышу, что надо служить, слышу, что надо проповедовать, и я делаю это, например, делаю это хорошо, делаю это, возможно, больше, чем кто-то, и я думаю, о, это классно, это понравится Богу, Бог будет удовлетворен, и Он там как-то благословит меня. Либо Он что-то мне хорошее сделает. Либо наоборот, мы можем совершать какие-то плохие дела один раз, либо много, либо в прошлом, либо мы можем бояться чего-то, что совершим в будущем, и мы можем находиться в каком-то тяжелом жизненном моменте, и мы также можем думать, что теперь нам нужно заслужить снова, если мы условно какой-то год из своей жизни на протяжении года ничего не делали, и мы, возможно, грешили какими-то тяжелыми вещами, и мы думаем, теперь нужно провести мне какое-то время в таком вот, да, искуплении для того, чтобы восстановиться в глазах Бога. И Бог как злой, такой вот как бы, и справедливый, и Он будет смотреть к нам в комнату, и мы должны как бы еще больше себя там как-то страдать, мучать для того, чтобы Бог еще, потом сказал, и давай еще чуть-чуть пострадай, и мы еще страдаем, и Он говорит, о, наконец-то вот это все, мне, я удовлетворен твоим вот этим вот страданием, ты снова можешь жить. И это то, как мы, ну, и мы, и я, я понимаю, что даже я готовы проповеди, анализируя свою жизнь, я понимаю, что даже я могу находиться в каких-то своих эмоциональных оценках своего, своих действий каких-то, и я могу ими быть, допустим, там, после проповеди я воодушевлен, что я проповедовал, а если я не проповедовал, то я думаю, я не проповедовал, как же так? Я могу думать, ну, а что теперь мне делать, и как, а теперь надо, можно проповедовать два раза где-то, чтобы как-то восстановить какой-то баланс. И это может быть во всем чем угодно. Если я не молился сегодня, завтра я помолюсь больше, и тогда Бог как-то восстановит меня в моем статусе. Это все неправильные мысли, когда мы не понимаем, что такое благодать Божья. И мы должны просто понять, что наши действия, они не как хорошие действия, не как плохие действия, они не приведут нас в расположение Бога. Но только благодать Иисуса Христа и Его жертва, она исцеляет нас и она просто приводит в присутствие Бога. Бог смотрит на нас через призму Иисуса Христа, а не через призму наших достижений, либо наших провалов. И последний стих, Римлянам 26, это Господь сделал это все, чтобы доказать, что Он и сейчас справедлив, что Он справедливостью Своей может оправдать каждого, кто верует в Иисуса Христа. Павел говорит в послании к Римлянам о том, что вера в Иисуса Христа, и только она, только вера в Иисуса Христа, может оправдать меня, может оправдать вас. Не наши дела, но вера в Иисуса Христа. Не просто вера во что-то. Не просто, если мы будем верующими, это спасет нас. Но вера и понимание, кто такой Иисус Христос, это то, что спасает, и это то, о чем говорит Библия. И мы должны не просто помнить теперь, когда мы услышали эту проповедь, услышали это слово, мы теперь не просто это держим в своей голове, иногда вспоминаем или не вспоминаем, но мы должны также понимать, как работает все это, как работает Евангелие. И когда мы слышим, вы, вероятно, каждый из вас больше или меньше понимал до проповеди, что такое Евангелие, и знал о нем, но недостаточно знать о нем. Очень важно пребывать в Евангелии, потому что как только я не пребываю в Евангелии, моя жизнь начинает опять сводиться к вот этим вот моим хорошим каким-то отрезкам в жизни, либо к плохим. И мы должны постоянно наполняться Евангелем, и тогда и молитва, и слово, и проповедование, и служение в церкви, оно будет исходить из нас, когда мы будем понимать, что все это, ну как бы наша жизнь, она теперь не зависит от нас. Павел, когда он служил, и когда он шел в одну страну, в другую страну, в одну, на одну территорию, на вторую, его там мучили, хотели арестовать. Он делал все это не для того, чтобы прийти к Богу, вот так принести все это, вывалить перед Богом и сказать, пожалуйста, вот что я был плохим, но вот что я исполнил. Он делал это не для этого, но он делал это, как мы читали в Библии, он понимал, кто такой Иисус Христос, он понимал, что Иисус Христос с ним сделал, благодаря, то есть вот, что произошло с его жизнью, и только после этого он шел и проповедовал, потому что это исходило из него. И из нас будет исходить очень много, когда мы будем пребывать в Евангелии. Но если мы оставим, как я вначале говорил, Евангелие сзади, мы будем думать, что это для неверующих, либо я знаю Евангелие, не надо мне его опять вспоминать, что мне вспоминать, если я и так знаю, мы оставим его сзади, мы будем идти и делать все своими силами, мы начнем просто молиться, мы начнем, станем какими-то религиозными. То это приведет нас, возможно, кого-то рано, кого-то позже, какую-то эмоциональную вот яму, и мы будем разочарованы, и мы думаем, ничего не работает. Но Евангелие должно быть фундаментом всего нашего служения и всей нашей жизни. Good? И давайте помолимся в конце. Слава Тебя, Господь! Я благодарю Тебя за Иисуса Христа и Его жертву, благодаря которой сегодня мы приходим в Твое присутствие. Я молюсь, Господь, о том, чтобы каждый день Ты просто открыл нам понимание того, кто такой Иисус и что Он сделал для нас. Я молюсь Вами Иисуса Христа, чтобы мы, несмотря на все какие-то наши знания, несмотря на всю нашу какую-то занятость, мы успевали каждый день вспоминать о том, кто такой Иисус Христос и что Он сделал для нас. И не просто вспоминать об этом, но и применять это. Понимать, что только благодаря Иисусу Христу, только благодаря Его жертве и благодаря Его пролитой крови мы приходим в Твое расположение. Но не потому, что мы являемся какими-то великими, какими-то успешными, либо какими-то еще, то, что мы придумываем для себя. Поэтому благословляй нас, и я, Господь, молюсь просто, чтобы сверхъестественно вся эта религиозная какая-то мишура, которая может быть у нас, она просто отпадала. И чтобы мы, даже имея знания, имея какие-то вот свои достижения, мы всегда приходили к фундаменту нашей жизни, и мы просто наполнялись Евангелем и всегда пытались рассматривать Его с другой стороны и углубляться в понимание Его. Благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok